ПРОФИ ПРОФИ Всем привет! С сегодняшнего выпуска «Проект биографии» стал международным. Есть книги, которые не издаются на русском языке. Скандально нашумевшая на весь мир книга про принца Гарри, написанная на английском языке. Я бы мог ее прочитать, потому что на английском я читаю. Но ничего не понимаешь. Понял бы, где только I, где and написано, это бы я все понял. И в среднем на книгу хоть часов 15, эту бы книгу со словарем где-то года два с половиной бы я потратил. Слава Богу. Можно было еще кривым автопереводом, но там бы такие были обороты. Ну, это, кстати, звучит как вызов. Слава Богу, что сегодня у нас в гостях настоящий британец. Так про аранжировер обычно говорят. Настоящий британец, насколько вам известно. Джордан или как он себя называет? Джордан. Джордан. Да, спасибо, что пришел. Спасибо, что согласился прочитать эту книгу. Ты специально для нашего проекта прочитал эту книгу, правильно? Правильно, да. А он, кстати, на русском разговаривает. Ну, было бы странно, если бы он прочитал на английском и пришел рассказывать на английском. Всякое бывает. Всякое бывает. Ну, бывают же такие стендап-концерты. Не, ну, на самом деле это неинтересно. Потому что Медихайс я ни разу так не делал. То есть что-нибудь читал на английском, а потом, ну, придется сейчас пересказывать на русском. Это совсем другая история. Потому что просто как ты мыслишь, и мне кажется, как я сейчас вообще отношусь к этой книге, я могу по-другому выражать свои мысли на английском. Сейчас я буду говорить все на русском. Ну, постараюсь. Но я не знаю, как все сложится. Потому что я до сих пор, в общем, перевариваю прочитанное. В общем, я, ну, просто в первую очередь скажу, что до того, как я начал это читать, я просто думал, что он какой-то вот плаксивый человек, что он решил просто вывытрить все свои грязные белье. Но у меня сейчас вот какой-то внутренний конфликт на самом деле. Потому что реально, кажется, у человека были какие-то вот сложные случаи в жизни. Но я начну с самого названия. На русский перевели как запасной. То есть, конечно, в русском языке у нас такие два разных слова. Запасной и лишний. И, как мне кажется, у слова лишний есть такой негативный оттенок. Ну да. Запасной, скорее всего, это хорошо. Это значит, вот. Пригодится. Да. Если ты пригодишься, то хорошо. Зачебись. А лишний — это как, ну, ты там, но нафиг на тебя на самом деле. Ну, в машине же нет лишнего колеса. Правильно? И окна лишнего нет обычно. И выхода нет лишнего. Вот. По аналогиям пока очень хорошо. Что-то двигаемся. Нет, ну, вообще странно, что... Ну, даже ты не понимаешь, как точно называется эта книга. Да. Блин, ну это круто, что путаница уже в обложке. Согласен. Не, ну я что-то так... Это лицо. Я, кстати, про него знаю только, что вот он рыжий и что он вот служил. Все. Больше вообще все знали. Ну, что он принц. Ну, понятно. А если вот взять и объединить всю эту информацию и запасной принц, вот так могла бы называться книга? Да, можно так. Так. В том-то и дело было такое устойчивое выражение, которое прямо появилось с его рождения. The heir on the spare. То есть наследник и запасной. Это было в таком значении, вдруг, дай бог, что-то случится с Уильямом, наследником трона. Будет вот этот чувак. И он сможет справиться. Тип того. Ну, либо Уильям... Можно отрекаться от престола? Можно. Вполне. Гарри. Да, как я сказал, Гарри, он просто вон там как запасной. И Чарльз, его отец, при его рождении, он сам это сказал. А, все, вот моя работа сделана, у меня теперь два сына. Теперь я могу расслабиться, жить свою жизнь на расслабоне, сделать то, что я хочу. И что это означает, скорее всего, пожениться на другой женщине. В конце концов. А Чарльз, это который сейчас король, да? Да. Да. Это его... Ну, вот Чарльз... Король, он... А потом брат... Его батя король, да? Да. Теперь да. Круто. Прикинь до него, когда может теоретически очередь дойти. То есть следующий в очереди сейчас брат Чарльза, да? Нет. Брат... А, Вильям. Вильям, да. Только Гарри. Когда он родился, он был третьим, получается, в списке. А после того, как у Уильяма родил сын, а потом дочь, а потом еще один сын, то есть он уже пятый в списке. А, там же еще дети Вильяма. Да. По старшинству идет. Там без вариантов, конечно. Там целое древо, короче, королевское. При этом ему нужно... Там только если новая страна появится, это может еще как-нибудь. Получается, вот это Карл, это Вильям, это Гарри. Нет. Там еще дети Вильяма появились. А, дети Вильяма. Да. Так это сейчас. А до этого еще была Царство Небесное. Она вот. Она вот. Нет, это не она. Вот она была еще. Да. И тогда вообще... И при этом ему нужно соблюдать этикет королевской семьи, да? Тут доска скоро закончится. Он, по сути, просто орденоносец. Ну, по ощущениям, когда мы вот это выстроили, что книга все-таки переводится «лишний». Какой запасной. Посмотрите, где он. Да правда, вот так убрать и... А можно делать трансферы между королевскими семьями, чтобы он где-нибудь еще королем стал? В Африку типа куда-то? Вряд ли. В Монарку. Кстати, он обожает Африку. Да? Да. Да, он обожает Африку. Он говорит, что там он вообще чувствует себя как дома. Я, ну, чуть позже опишу это. Ну, в общем, он там познакомился с парой, которая владеет таким проектом. Там они снимают такие документалки про природу, про диких животных. И они говорят, что, может, он там родился. Его тело там находится в Британии, но его душа в Африке. Ему пришлось пережить на самом деле некоторые смерти в ранном возрасте. Начиная с смерти, ну, своей матери Дианы, который... А ему сколько лет, получается, было там? Ему было 12 лет, когда это произошло. И это как раз как начинается книга с того момента. То есть они уже родились, его родители. Спустя год, после того, как Чарльз уже начал, скажем, очевидно встречаться с Камилой, со своей нынешней женой. Потому что раньше это все было скрыто, потому что было бы позорище, если бы все узнали, что у него есть вот вторая баба типа. О королеве. Может, королева знала, кстати. Но она же сейчас королева Камилы, правильно станет? Она, как так называется, queen consort. Типа регент, жена короля. Да, регент. Наверное, регент считается, да. Ну типа королева, только если это ты правишь. У него, мне кажется, нет таких истинных полномочий. А вот я извиняюсь, когда вот он жил с Камилой, ну не жил, а встречался, они уже типа развелись. Но они все, естественно, жили во дворце, потому что надо было делать вид, что они... Надо было делать вид, что все хорошо, и все равно, кажется, Диану отвели в сторону. То есть там же нельзя, как в нашей жизни, взял чемодан из дворца? Да, конечно, там полный семейный бардак, потому что они все живут в одном месте. Короче, они все знают все друг про друга. Там, кажется, никаких секретов невозможно скрывать, а все равно раскроется. Потому что опять, как он говорит здесь, хоть один человек, у него будут какие-то затеи, какие-то мотивы, все это раскрыть в его пользу. Потому что СМИ всем владеют. Они контролируют все события. Они могут поставить человека в очень хорошем свете, прям в лучшем свете, либо прям в очень хуёвом свете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если в прозрачной миске, как золотая рыбка жить, ну, пускай, если ты золотая рыбка, все хорошо. Потому что у тебя память по три секунды, ты нифига не можешь запомнить. А этот чел все знает, конечно. И все, что он делает, каждый его шаг, каждое его действие, это все записано. И он даже не знает об этом, потому что какой-то чел просто, не знаю, за углом стоит и наблюдает за всем. А вот только, не знаю, через неделю, например, может, несколько дней это все появляется в газете. Но они не могли в королевской семье просто посторонних из дома, блядь, выгнать нахуй всех. Да так. Сказать, все, мы теперь сами тут живем. Сами убираем дворец, сами стираем. То есть там, по сути, это шпионов к ним отправляли, что ли. Корону протирать, кто тебе будет? И это еще проблема. Собак до хера. Да, жесть вообще. Это куры. Это синергия. Все организованное. То есть СМИ нужны истории для того, чтобы выживать. А с другой стороны, королевской семье нужны СМИ для таких хороших новостей, когда они хотят, чтобы все было известно всему. Это реалити-шоу, блядь. Да, реально. Уже уебите там камеры, блядь, по дворцу, блядь, чтобы просто везде были. И чтобы каждый, знаешь, когда дом строит, ты можешь зайти и посмотреть, как он строится. Вот так же, блядь, просто такой заходишь. Вот есть камеры по всему миру расставлены, смотреть, как птички кушают корм. Разные птицы, блядь. И тут то же самое. Расставьте уже по дворцу, блядь, камеры, чтобы каждый человек зашел, посмотрел, как там Гарри сидит всерьез, блядь. Ну, я не знаю, уже что уже, блядь. Нет, так самый прикол, что от этого невозможно никак сбежать. Любой знаменитый человек просто может сказать, все, я перестал петь. Да, или просто сказать, я имею право на частную жизнь, и все. А тут, блядь, как ты бы не крутился, все равно про тебя все все узнают, да? Да. Жесть. И ты просто таким родился, ты даже не хотел. Ты даже не записывал альбомы, чтобы стать известным. Помазанник божий, что сказать? Да. И это тоже получается как заражение. Как только ты знакомишься с этим человеком на более близкой основе, А, еще из-за того больше нет. И сразу об этом они чуешь, что там есть какая-то связь. Все. Замок Балморл, где он часто жил, это было летом, август 98-го года. Мне было как раз 7 лет, когда это произошло. Он сначала думал, что она была в Греции, потому что были какие-то слухи. А потом оказалось, что она в Париже. Сначала они, точнее с Уильямом, были в Сан-Тропе. С ними, с ней, с ее новым парнем, которого сначала называли «friend». Это про Диану сейчас? Да, да, да. Ну, в общем, конечно, они уже трахались, но просто не хотели об этом. Ну, по-дружески так. Сейчас, кстати, я вот эту историю даже знать не знал, если честно. Ну, я не знал, что Диана там с каким-то типом была у того. Ну, как не знал. Это же в этом весь смысл был, что непонятно, почему она была там. А я потому что вот грязь эту вот не люблю. Да тебе было, блядь, 3 года, наверное. 7 лет мне было. 7 лет. Они уже были разведены в этот момент. Ну, неофициально же. Или официально уже? Официально. Ну, если вы разведены, она остается принцессой? Почему она принцесса? Потому что у нас ее так называют. Юридический вопрос, да. Там же вот Карл, да, который сейчас. Это муж Дианы был, да. Так, да. И у него мать, это королева, да. Получается, что он женился на Диане, она стала принцессой, она разводится. И вопрос, какого хуя она принцесса в итоге сейчас. Ну, не сейчас уже? Ну, не сейчас, я имею в виду, она должна была… Ну, привыкли просто все. Ну, мне кажется, ее так называли просто. Просто, типа, это никнейм, да, было? Ну, не знаю. У нас ее в прессе называли всегда «Принцесса Диана». У нее даже фамилия, мы не знали ее фамилию. Терещенко. Тяжело было к этому вернуться. Ты узнаешь ее фамилию? Нет. Сюда говорили «Принцесса Диана» и все. Спенсер. Спенсер у нее? Да. Диана Спенсер, да. Они возвращаются домой, то есть в Балморл. Она там остается и, короче, едет в Париж. Там все спокойно, Чарльз просто уходит на вечер, у него какие-то вот важные встречи, короче. И там есть какой-то чувак, просто нанятый для того, чтобы играть на волынке для королевы, потому что она любит этот звук. Она думает, что это просто очень душевно, это прям поднимает ей настроение постоянно. Но этот чувак никогда не давал им играть. В смысле на ней, потому что это его инструмент, типа нельзя его трогать. Никому не передавал. А почему-то этим вечером он просто сразу берет и передает этот инструмент, типа ну хочешь поиграй. Но уже что-то какая-то суета, суета нездоровая происходит. То есть, в общем, они ложатся спать, то есть Уильям и Гарри, причем у них они делятся комнатой. У Уильям, конечно, большую часть этой комнаты, у Гарри вот какой-то уголочек. В общем, и каждый вечер, потому что когда они проводят время с Чарльзом, он всегда их укладывает спать. С таким, конечно, предлогом, что из-за его детства ему сложно, в общем, проявлять эмоции, чувства любви. И он всегда просто называет его Darling Boy. Даже сейчас. Как он взрослый человек, он называет его Darling Boy. Кого он называет? Гарри. Чарльз называет Гарри. А, Чарльз называет Гарри. То есть, его взрослого сына сейчас Darling Boy. Дорогой мальчик. Да, милый мой, милый мальчик. Милый мой, да. Да. И в этот момент он рано приходит и говорит, чуть ли не заснул, и он чувствует его присутствие прямо в конце. И он говорит, Darling Boy, мама попала в автокатастрофу. Да, спасибо, автокатастрофа. У него все хорошо, но ее отвели в больницу. К сожалению, не удалось ее спасти. Он говорит, нет, так может быть. И он говорит, I'm so sorry, Darling Boy. Мне жаль. Но все равно, типа, он не берет и как бы пытается его обнять. Как бы делал, мне кажется, обычный человек в таком ситуации, если бы он только что получил такую информацию очень весомую. В течение, мне кажется, следующих 20 лет он просто отрицает факт, что ее нет. А, вот так. Он думает, что она просто ушла нафиг, она где-то скрывает, она просто спряталась где-то, чтобы никто никогда не знал, где она сейчас находится. И он очень сильно, сильно, сильно держал себе такую мысль и всегда пытался убедить, ну скорее переубедить, потому что были какие-то моменты, конечно, сомневался в том, что она до сих пор жива. Похороны. Хотели сначала, чтобы только Уильям следовал за гробом. А потом сказали сначала, нет, это будет просто бред, если только один брат будет там находиться. А Уильяму сколько лет на тот момент был? Он немного старше, мне кажется, 15-16 лет. То есть он уже, в общем, понимает полностью, что произошло. И при этом, конечно, у него было больше времени с матерью, когда она была жива. И еще, когда они были вместе, родители. Сразу папарати, они схватывают, конечно, за эту возможность. Им сейчас очень плохо, они плачут. Вот это будет история, прям sell out. Столько выпусков сейчас мы будем продавать за такие истории. Именно про двух братьев, да? Да, такой маленький вот чувствительный момент, скажем так, когда он просто хватается за руку отца. На похоронах? Да. Это вот все. Это то, что нам нужно. Это будет на заголовке. Все. Он возвращается в школу. Уже вот такой, конечно, тонкий момент. Мне кажется, спустя неделю, две недели максимум после того, как ее не стало. То есть это все просто очень сумбурно произошло. И ему, конечно, сложно, потому что все пытаются на цыпочках просто ходить. Они не хотят прикасаться к этой теме. И он это знает. И, в общем, он знакомится там и он дружится с человеком по имени Хеннерс, которого тоже на самом деле зовут Харри. В школе? Да. Ему нравится тот факт, что вот этот Хеннерс уточнил, что что-то пошло не так, что либо Диана не стала, либо она реально просто спряталась. Гарри видит это в какую-то поддержку, скажем. Лут Гроув, такая школа, не знаю, как это будет на русском, но это, типа, ты постоянно там. А, как интернат. Как интернат. Да, как интернат. Они все, конечно, знали друг про друга. Они даже поделились на такие группы Roundheads и Cavaliers. Угадайте, ребят, что это означало? Ну, это как там, грубо говоря, духи и дембеля. Нет. А кто делится? Группа внутри и троих. Получается, у тебя две группы мальчиков. Ну да, нет, это, типа, ботаники и вот хулиганы какие-то, наверное, да? Кавалеры, наверное, это надвижи. Да, это которые… Округлые бошки – это лохи, ботаны. Интроверты и экстраверты, типа такого, может быть? Кавалеры, может, у них есть девушки округлоголовые. Дрочилы, дрочилы. Дрочилы, все, мы определим. Это ближе всего. Дрочилы ближе всего? Да в 12 лет точно есть те, которые говорят, у меня есть девушка. У меня на районе, там, есть послушать в Липецке все с 11. Все кавалеры. И по пять раз. Один Леха круглоголовый. Я один раз пять часов трахался. Да, да, да. Я вот сейчас трахаюсь. Сижу. Если ты roundhead, это значит, что ты не обрезан. А-а-а. Блядь. И кавалеры, это значит, наоборот. То есть они реально все знали друг про друга. То есть там были представители другого вероисповедания, получается? Нет или что? Нет. Нет. Там не обязательно. Там не обязательно. Это не должно быть связано с рейлией. Это можно просто, не знаю. А-а-а. Просто можно связать. Гигиенические причины. Да, да. Серьезно? Да, серьезно. Ну, лучше считается, что было гигиенично, если ты обрезанный. Ну прекратите уговаривать. Кавалер обрезанный. Да, да. Кавалер обрезанный. Но это снимает через видимость. Ну, конечно. Поэтому для секса лучше быть круглоголовым. Да. Но для женщины лучше, чтобы ты был кавалером. Разобрались. Ну, это интересно. Если ты хочешь спустя минуту, ты просто хочешь такой, ну, я круглоголовый просто. Так вот. А вот это сленг, блядь. А тут дамы приглашают кавалеров. Иначе играет фраза. А, это получается сленг школы именно их, да? Да, да. Это вообще неизвестная тема. А, ну все. А то я приеду в Британию и буду там ходить, блядь. Найдешь эту школу. Да. Круглоголовый. А что ты? Круглоголовый тут, что ли, у вас? У нас бы было капюшон и нараспашку. Не, не, не нараспашку. И кабриолет. Кабриолет, да. Все, идя по плану, да? Есть такое занятие, которое не касается именно самых предметов в школе. По выходным всем школьникам надо писать письма своим родителям. Ну, просто, чтобы сказать, как у них дела, чем они вообще занимаются, есть какие-то, не знаю, переживания. А что Гарри должен сейчас делать? Кому писать? Может, конечно, писать Чарльз. Ну, естественно. Ну, все преподаватели, они сейчас просят, чтобы он написал Диане. Ну, они хотят, чтобы это была вот какая-то последняя записка вот окончательная для того, чтобы просто выплюнуть все свои эмоции, все свои чувства по поводу этого случившегося. И он не может, конечно, то есть он просто говорит, нет, я не хочу, я не буду. И для того, чтобы разобраться с этим, он просто начинает прикалываться. Вообще, ему плохо на школу, ему плохо на образование, он просто хочет сделать все угодно для того, чтобы забыть про умершую мать. Ну, окей, хорошо. И потом, получается, его первая поездка в Южную Африку. Ну, точнее, в Африку. Он приедет в Йоханнесбург. Это ему сколько лет? Ну, то есть после школы, да? 13 лет. Но это не просто какая-то обычная поездка, которая ему сначала казалась. А на самом деле это такая попытка для того, чтобы повысить рейтинги Чарльза. Он пытается сейчас, в общем, воспользоваться такой возможностью, что у него бывшая жена умерла, у него сейчас остались эти два сына, им скорбно. И еще, касательно скандалов у Дианы и других возможных людей, была такая скандальная история, что на самом деле Гарри не является сыном Чарльза. Ух. Потому что у него рыжие волосы. Ну, по внешности, просто по лицу он не очень похож на своего отца. И еще был такой человек по имени майор Хьюитт. И он рыжий, да? И он рыжий. 100%? Да. Да там полстраны рыжих. И... Может, полсколз. Или Эд Ширан. И... Да, все, что нужно, вот, доказательство. Сколько ему тогда было? Гарри, конечно, опровергает это. Он говорит, что он только познакомился с этим человеком. Нет. Диана только познакомилась с этим человеком спустя два года после рождения Гарри. То есть, этого не может быть. Интересно притянули, да? Да можно. А то что, как раз, если ты знать не знаешь, читаешь первый раз, у тебя уже все ощущение. Это уже все информационные волосы. Да. Ну, мог бы тоже быть. Жульничество Чарльза. Чистой воды. И там сейчас король. Ну, да. То есть, он визуально, если честно, он мне напоминает Карла. Ну, вот, когда я посмотрел на фотку такой... Там, да? Ну, вроде похож. Просто раздули скандал из ничего. Я сейчас перейду в следующий этап. То есть, он уже в другой школе. Итан. Знаете такое название Итан? Престижный такой институт. То есть, это прям... Он сказал, что это такое усыпальница. То есть, это прям святилище. И все присутствующие там ученики, они должны так относиться к этой школе. Мне кажется, порядка семнадцати премьер-министров Великобритании там учились. Ох, ничего себе. Да. Все ребята, которые там учатся, они все равно попадают в такие очень хорошо высокопоставленные позиции. Они зарабатывают много бабло. Они обычно владеют какими-то компаниями. Они, не знаю, менеджеры, директоры. Ну, вся эта история. Это реально сильная школа или просто это какой-то уже масонский заговор? Ну, типа своих подтягивает. А может быть. Потому что им приходится каждый день носить какой-то хуёвый фраг черного цвета. Как будто это какой-то блядский обряд. И за это тебе потом хорошую должность. Блядский фраг поносишь. Пять лет ходишь. Кровь козла. Сораный дирижер. Все всё хуёвое носили. И никаких преимуществ. Один из первых моментов, когда он что-то плохо говорит про своего старшего брата Уильяма. Конечно, он относился к нему как к старшему брату. Он думал, что он прям классный человек. Я могу опираться на него. Если у меня что-то сложно, конечно, я могу просто обратиться к нему и сказать, что произошло. Тем более в школе, в новой школе, когда он уже как офисный планктон. Прям потому что это первый курс. Уильяма уже, не знаю, на четвертом, например, на пятом курсе. И он всё знает, короче. И у него какие-то проблемы с одним из преподавателей. Уильям живёт на высшем этаже. И он просто поднимается по лестнице. Судорожно, конечно, думает, что я хочу просто во всём сказать ему. Типа, мне сейчас сложно. Я просто хочу у своего брата. И он типа, ты что ты делаешь-то? Я не знаю у тебя. Типа, здесь это моё место. Мы здесь с тобой не братья. А, вот так. Это в этой школе? Да. По сути. Ну, не по-братски вообще. Совсем не по-королевски. Ну, мы, кажется, гнило. Да. Больше гнило, чем... Даже не по-дружески. Ну, то есть ты пришёл туда. Ты что здесь делаешь? Мы с тобой здесь не братья. Ну, окей, не братья. Давай хотя бы друзья будем. Нет, не друзья. У нас, как минимум, мать общая. Да. Минимум. Даже если да. Даже если это всё правда, хуя себе. И они вообще принца, и старший говорит, что нет, мы не можем ассоцироваться друг с другом. И ещё. Он дурак вообще. Я не знаю, то ли это вызов, то ли он просто хотел какое-то крутое, интересное времяпровождение. Все ребята с ним, они собираются в школе. Они типа, давай-ка что-то, не знаю, крутое сделаем. А, давай мы сберем себе анализа. А он, да, хорошо, давай. То есть они берут бритву и просто нафиг, ну, сберем его. И опять, конечно, он, ну, сначала он просто смотрит на эти горы. Он говорит, что это как вулканы, потому что рыжего цвета. На полу, и он вообще, что я наделал, вообще, зачем, зачем, зачем. И первая мысль, что приходит ему в голову, сказать Уильяму. А, я думал, приклеить обратно. Он пытался, и не получилось. Вот так. Все время на Куклачеву, похоже, был. Опять, он обратился к Уильяму, и он просто высмеял его нафиг, типа, вообще, долбоеб ты такой, зачем. И он, ну, могу я просто, не знаю, посидеть с тобой, поговорить. Нет, иди нахуй. Бля, какой разъеб, когда по-русски этот диалог звучит. Могу с тобой, иди нахуй. Такая семья, блядь, просто принцы нахуй. Пошел нахуй с моего этажа, блядь. Пиздюк. Они подожжали. Ты никогда не будешь королем. А они принцы? Да, да. У них же батек принц. Они тоже принцы, да? Они тоже принцы. Они тоже принцы. Все дальше, все, что ниже короля, это принцы. Все принцы. И тоже принцы. Принц принц. Принц принц. Кстати. Добрый вечер. Это, кстати, новая интернет-передача с Азаматом Харламовым. А я? Головка. 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 В общем, из-за таких, конечно, глупых моментов, он нашел, ну, затеевать вот какие-то просто странные действия, дела, и он нашел травку курить. Он тоже для того, чтобы избавиться от всего, что происходило у него в голове. От напряжения. Из-за этого момента начался весь этот скандал про то, что он зависим. Вот я сейчас расскажу вам интересную историю про то, что на самом деле только, мне кажется, происходит в аристократической семье. Ну, в семьях, точнее. Они часто ходят на охоту, потому что они могут позволить себе так часто делать, ну, потому что у них просто такие поместья, большие земли. Он фазанов, ну, птиц всех их родов очень часто стрелял в раннем детстве, в подростковом возрасте. В какой-то момент его няня, ее звать Тиги, она говорит, что ты сейчас готова for the blooding. Кратко говоря, это просто какой-то обряд через путь кроволития. Ну, в смысле, кроволитие получается у животного, но чтобы это всем смазать, ну, намазать. То есть нужно убить животного и кровью обмазать. Первая кровь, короче. Первая кровь, да. Первая кровь, да. Ты-то вообще откуда, блядь? Мы просто в Липецке на поместье. Знаешь английский, да? Я? Ну, на уровне blood-кровь вполне. А откуда ты знаешь про обычаи аристократов? Ну, тут… Тут, на самом деле, я принц Гарри. Нет, на самом деле, я Диана. Так, и она ему говорит, ты готов к первой крови? А он говорит, ну, хорошо, давай, попробуем, попробуем. Ну, жестковато. А сколько это? Это в каком возрасте? Да я и сейчас не готов к этому. Тремнуть вудку? Вудку и обмануть ее кровью. Ну, прикол есть же. Ну, там не так, что ты такой… А просто там, наверное, как… Это, получается, лет 13-14. То есть ему все равно в школе, как подросток. Вот. И он отправляется в Балморл опять знакомиться с шотландцем, ну, с таким прям большим деревенским чуваком. Его зовут Санды. Санды? Очень про него ничего не известно. Санды-Манды. 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 В воскресенье. Нет, это как песочный. А, все. Вот и развенчан миф о моем английском. Санды-Манды. И они отправляются в глушь, для того чтобы оленя найти. Потому что вот этот обряд, именно этот обряд, это называется «Red deer», как красный олень. Ну что здесь? Утка, блять! Окей, на нахуй. У оленя жалко, как будто он красивый, да, утка тупая, просто убил ее. Ну, это посвящение. Никто не мажется птицей. Оленя, так его еще стрельнуть в него надо. Его давно, конечно, учили, как стрелять, но уже хорошо в этом шаре. И он находит свою цель, делает все правильно. Это чисто выстрел, то есть не то, чтобы вот Олен сейчас ранит и выбежал и сейчас будет просто страдать по несколько часов перед тем, как окончательно умереть. Нет. Сразу на пол и приходит Сэнди с ножом вот так в живот, и он чувствует руку, как опускается ему на спину. А потом такой сильный отток и буш. В следующий миг получается его лицо внутри этого оленя. Ему нечем дышать, потому что просто потрошенности вообще, кровь везде. Вот здесь у него все нафиг в носу. То есть он в живот, коленю, голову засунул. Он думает, что в этот сад сейчас нахуй шотландец, он просто вывел мне в лес для того, чтобы покончить со мной. Таким образом. Ебать. Утопить в оленя. Да. Вот. Вот смех у нее. Принц Гарри накурился и сделал из оленя шапку и задохнулся в ней. Да. Ебать. Ебать. Посвящение. Вас что? Мне всегда в таких обрядах. Вас что посвящение? Где это пригодится, блядь? И он думает, что так, все. Вот. Тем заканчивается моя жизнь. И, конечно, вот Сэнди. Вот так скивает его обратно. И он хочет все это вымазать, потому что ему нечем дышать. И он нет. Нет, лады. Let it dry. Пускай высохнет. Пускай высохнет. Нет. И, ну, хорошо. Сейчас ему нормально, он может дышать. Не, профессия охуенная. Шотландца. Шотландца. Просто раз в лет 30 принца окунать в оленя. Все. Ну, вряд ли он после этого идет и работает в банке. Да. А потом его вызывают. Родился новый принц. Бля, прикинь, вот если бы у нас такой вот, что просто, если бы я грибняком был, и вот это увидел, я бы охуел, если честно. Я бы к нему не подошел, спрашиваю, а что вы тут делаете вообще? Просто тип, пацана, бля, в оленя засовывают, блядь. И самое обидное, что ты даже не будешь королем после этого. Просто тебя в оленя запихали. Это что? Как нас запихнуть? Да, кстати. А сансов быть королем никаких. Можно было задать такой вопрос, нахуй я ты сделал, я никогда не стану королем. И да, в общем, потом охране позвали, и все приехали, и они просто начали разбирать этого оленя, то есть выпотрошить его полностью, все органы просто вытащили. И он говорит, что хорошо, то есть это получается, я теперь, ну, они не относятся ко мне теперь как к мальчику. Ну, в этом смысле теперь я уже становлюсь взрослым человеком. То есть это такой обряд, который ему пришлось пройти. Это обряд взросления. Инициация. Да, инициация. Возвращаясь к скандалу про наркотики, в собственном доме, то есть это уже где Чарльз с Камилой живут и в обычном режиме, когда их нет в школе, с Уильямом с Гарри. Как сказать, этаж ровно со землей, если просто пойти на улице, да? То есть надо спуститься по лестнице, пройти по некому коридору до конца, по еще одному ряду лестницы, а потом по еще одному коридору, и ты оказываешься в такой темной сельденной комнате, которая получила такое прозвище «Clubhage». То есть это прямо его, я знаю, как сказать, ну, в общем, hangout. Это то, что он просто вот зависал, он звал своих друзей в гости, причем не только он, но еще Уильям, они просто выпивали, они все сосали друг другу, короче, но никаких наркотиков, только в губы, только в губы, никаких наркотиков не было, как он говорит. Случайно выдал на королевскую семью. Да мы и знали, блядь. Сосали друг другу. Все, лопы на книгу. А мы думали он. Позируем. В костюме так это внимательно хуйню слушаешь, такое сосали друг другу, блядь. Ну, они, получается, уже, в смысле, Гарри уже нашел пить. То есть, скажем, вот 16-17 лет, он может сейчас, может просто притворяться тем, что он уже совершенно лет не дал, чтобы выпивать, короче. Он очень любит это место, потому что это просто такое убежище, укрытие. Там вообще нет никаких пап, а побрать не может туда проникнуть, потому что это прям глубоко. Но чудом появляется история о том, что он сейчас зависим от кокаина. Принц Гарри? Да. Она просто так всплыла? Да. Что, блядь, заебаешь? Что происходит? Почему он так? Без того раза встал. Извините, пожалуйста. Так, принц Гарри. СМИ разносят информацию, да, что он поселил на кокаин, хотя это вообще не так. Или он пробовал? Он пробовал, но не здесь. Он пробовал в другом месте. Но в том-то и дело, он никому не может доверять, даже кажется близким или хорошо знакомым. Потому что эти СМИ, эти папы, они могут такие бабки просто приложить. Лично для того, чтобы получить вот эту идеальную фотографию, потому что они могут дофига. То есть информацию сливает там условно какой-то кент, с которым они сели, поболтали, он его сфоткал в какой-то момент, да, и потом продал все это в СМИ, да? Да. Охуеть. Вот здесь не совсем понятно. Но, кажется, Уильям, конечно, ему доверяет, потому что он уже понимает, как старший брат, как наследник трона, что появляются все плохие истории, которые вообще намерены просто очернить их репутацию. И Гарри, конечно, он обращается к своему отцу, он говорит, ну, пожалуйста, пап, скажи СМИ, что это не так. И он просто, ой, darling boy, просто не обращай внимания. Блядь, они говорят, что я зависим от кокаина, а ты просто говоришь, не обращай внимания, а если бы ты попал в такую ситуацию, как ты бы поступил? А он, ну, не важно, все хорошо. И что случается? Это опять уникальная возможность, чем Чарльз может повысить свой рейтинг. Потому что, если это получается, он вдовец, пускай, окей, она была разведена, а у него два сына остались, они еще в драуре, конечно. А теперь это получается, у него сын наркоман, и ему приходится с этим справиться. О, конечно, это классно. Отец-одиночка, у которого один из сыновей наркоман. То есть он вообще получается в себе... Если забывать, что мать королева, действительно трудная жизнь. Как козел отпущения какой-то, да? Да. То есть его используют просто в маркетинговых целях. Вот почему я думаю, что это не запасное, а лишнее. А может, да, это запасное, просто только в негативных контекстах. Не, мне кажется, просто для русского читателя запасной более понятное слово. Да. Ну, то есть запасной говорит о том, что у нас есть все равно запасной, что это имеется в виду. Но есть же вот в футболе говорят про вечно запасной, что это негативный плюс. Вечно запасной. Сейчас это уже вот такая сенсация вокруг этого события, что он уже вот там такой, так называется, непослушный. Он вот как-то делает Верона, да. Какая-то пара просто друзья, знакомые, может, отца. Они приходят в гости. И мне не интересно для того, чтобы увидеться с самим Чарльзом. Они хотят просто посмотреть на этот Club H. типа для того, чтобы, а вдруг он реально сейчас, не знаю, травку продает. Возможно, я буду что-нибудь купить у него. И он просто офигевает. Потому что реально это вот еще одно доказательство, что СМИ управляют... Реально мощно работают с сознанием людей. Да. То есть его друзья решили у него купить травы. Да. И с помощью одной истории. Ебать надежный источник, да. Давай, чтобы не загреметь, лучше траву у королевской семьи покупать. Он точно нас не даст. Это точно пакетики с гербом. Сто процентов брейк. Королевского качества, да? Да, да, да. Финальный этап в этой именно истории. Политтехнолог, которого наняли Чарльза и Чарльз и Камила. В первую очередь это было для того, чтобы поставить Камилу в лучшем свете. Потому что она сейчас, ну, собирается выйти замуж за Чарльз. И чтобы никакого негативного посла, ну, было направлено в ее сторону. Они, конечно, вот как ты сказал... Ну, да. Просто отвлекающий маневр. Отпущение, да. И до такой степени, что... Что это было? Несколько месяцев до того, как история эта появилась. Они посетили реабилитационный центр в целях благотворительной организации, в которой они, ну, принимали участие. И, конечно, там был пап. И он сделал идеальную фотографию, которая просто показывала, как Харри с Чарльзом сейчас заходят в это помещение. Бац! Вот это единственная фотография была связана с этой историей. И получается, что Гарри был в рехабе. И он опять, получается, он едет в Африку, потому что он просто хочет избавиться от всего произошедшего и, ну, отстраниться, короче. Я понял, почему он в Африку гоняет. Во-первых, скорее всего, билеты дорогие, и туда фотографам невыгодно летать. И даже если они туда долетают, там интернет настолько хуёвый, что очень сложно фотки передать издателям. Да и в целом белый фотограф там заметен. Да, да. Который за тобой ходит. Что за белый чувак с камерой? Он один-единственный тут на континенте. Ну, конечно, у него целая команда. У Гарри? Да. Вообще, да. Охрана, телохранители. Причём, да. Постоянно, получается, как тим. У него два телохранителя. Неважно, где он находится. Они всегда рядом с ним. Вот. Получается, он сейчас в Африке. В этот раз он знакомится, да, с этой парой, о которой я уже упоминал. Ну, которая управляет вот этим компаниям по документалкам. Ну, он относится к ним как к истинным родителям. Они старше него? Да. Ну, ему, получается, сейчас, не знаю, 15, 16, 17 лет где-то там, они уже за 30. Ему 17 лет и уже на него повесили марихуану, кокаин, они уже приезжали в рехаб. Вот это всё вот до 17 лет случилось с ним? И ебануться, блядь. Ну, в течение этой книги, мне кажется, может, 4-5 раз он приезжает в Африку и именно навещает этих людей. Потому что просто устанавливается такие очень сильные, прям тесные связи с ними. Потому что они, во-первых, очень хорошо к нему относятся. И он просто может полностью им доверить, что они никогда не будут его предавать, не будут сливать какие-то вот левые истории того, чтобы очернить его. Вот. Окей. Следующая часть, блядь, это история. Слышали про то, что он одевался в костюм нарциста? Что, блядь? Нет. Я слышал. Я не слышал. Я слышал, да, эту историю. Почему? Ну, я ее слышал вот так же, типа, что есть фотки какие-то, да. Ну, о чем я. Просто вот на поверхности, конечно, как только ты слышишь, что кто-то одевался в костюм нарциста, ты думаешь, ну, зачем? И сразу это как, если он, получается, член королевской семьи, опять зачем? Но, скорее всего… Мне для номера нужно. В КВ играл? Ну, типа, да. Ну, большинство людей, конечно… А что, имидж есть, королевская команда. Это была такая вечеринка «Fancy Dress». То есть все одевались такие, блин, дурацкие костюмы. Это была такая тема «Colonials and Natives». А кто сподвигло его так сделать? Брат. Брис Гульям. Да? Серьезно, брат? Да. Вот он, бля, говно. А хоть… Нацист, оденься. Просто он был в костюме Сталина. И он его… Не, он в костюме Черчилля, блядь, пришел, сто процентов. И папарацин сказал, приходите, блядь. Мы там все Черчилля, а он костюме нацист. А он Геринг. Нет, но на самом деле он уже с Кейтом, они уже начали встречаться. Красотка, она очень хорошо относится к Гарри. Ну, между них много общего. А он думает, что, а, блин, я хочу вот какой-то крутой костюм, да, для того, чтобы типа… Запомнился. …выставцы из толпы, да. А Уильям, короче, просто не знаю, что он… Как кошка одевалась. У него прям был вот такой хост. А этот в нацист? А вот этот, да. А тема колониальные коренные или что? А почему кошка? Тон-то и дело, что на самом деле эта тема, это ничего не означает. Это просто как ориентир. Хочешь, можешь во что угодно. В этой истории, как бы там СМИ что не сделали, но Гарри балбес, блядь, истинный. Ну, то есть до этого ты приехал на благотворительность, а сфоткали, сказали, что вреха привезли. Такой, ну, нацист-то, бля, ебанул. Да. Никто не заметит. Брат-кошка. Когда брат-кошка, бля, господи, блядь. И в том-то и дело… Там сержинки были еще. Там на самой вечеринке никто, никто не замечал. Потому что они просто, они уже были заняты своими делами, не знаю… Сосались. Да. И выпивали, короче. Но! Все, что нужно. Один человек… Кто-то один сфоткал. Да. И продал это какому-то левому человеку. Что здесь написано? Это было, не знаю, за 500 тысяч рублей. Нормально. Да, конечно. Это всего одну фотографию. За одну фотку, блядь. Не, ну я думаю, да, что он же не задумывался, он же не публично это делал. Конечно. У него-то, наверное, в голове, что вот мы с тобой тусуемся. И все, что мы тусуемся, это между нами. Ну я к тому, что ты и так знаешь, что за тобой, блядь, пиздец. Все смотрят и лишний раз, блядь, лучше бы уже оделся в костюм бабули своей королевы. В этом чепчике, сумочкой бы пришел. Да нет, я думаю, что он всю свою жизнь просто не понимает, что вся его жизнь не обычная жизнь. Ну да. Он пытается жить обычной жизнью. Обычной жизнью. Бухает, ну вот что такого, я бухаю. Он не принял обстоятельства, что он в королевской семье находится до конца. Ну да. Он не принимает это. А, я думаю, еще совпало время. Что вот если ему в 98-м было 12, он стал подростком в начале 2000-х. Когда как раз развивалось все это, что за секунду появлялись фотки. Да, да, да. Я уверен, что на геометрии его фотку можно достать. Да, да. Что он, наверное, первый, ну вот он и Вильям, это первое поколение, за которыми так удобно было следить. Ну да, кстати. Из-за этого события, короче, его отправляют к главному рабину Великобритании. Ух, блядь, господи. И на самом деле вот этот рабин, не то чтобы ему просто разнес его в плохий прах. Он просто, ну, сказал, как есть, что ты дурак, что вообще не надо было так сделать. Но то, что ты так поступил, это не означает, что ты плохой человек на душе. Ну, во-первых, ты еще не взрослый человек. Но все равно надо понять, что этого нельзя. Это непросимо. И надо задуматься о том, почему тебе пришло в голову так поступить. И вместо того, чтобы просто чувствовать и ощущать стыд и позор, он нашел себя ненавидеть. И он не мог с этим, в общем, справиться. И после этого, это уже, получается, конец его образования в Витне. Там был еще один очередной скандал про то, что он списывал. Марихуана, кокс, нацист, а он еще списывал. Да, получается, да, он наркоман, он нацист, еще он тупой. Как и все наркоманы. А, бля, не, я понял. В Англии есть прикол, что вот у нас, если ты списал и сдал, и получил хорошую оценку и не знал, ты прошаренный. В Англии, типа, списать, это вообще ты, ты конченый тупой человек. Да. Да, да, да. У нас просто другое отношение к списыванию совсем. Ему, в общем, пришлось доказать, что так не было. И это, блядь, это было искусство, предмет. Как там впишешь? Он ни разу не хотел, как бы, стать художником. Но то, что якобы он списывал, это уже достаточно для того, чтобы создать некую историю. Там, короче, начала такая история, кем тогда он станет, кем он будет работать. Он просто хотел учить людей, как кататься на лыжах. То есть просто поехать в какой-то курорт, скрыться и заниматься этим спокойно. Брозий хутер. Чарльз, естественно, нет. Нафига ты будешь этим заниматься? Ты же принц. И, в конце концов, они решили, что он будет служить. Шубар мне человек из него сделал. Блин, на натуре им же потом просто выбирать профессию. А как просто работать? Ну, никак. Ты не можешь пойти работникам автобуса, например. Да. То есть это какая-то еще работа должна быть. Вот так будет. Я так понимаю, даже врачом ему не дадут работать. Отучиться на врача. То есть должна быть какая-то государственная служба. Ну, и, наверное, в идеале, чтобы не так много контактов просто с обычными людьми. Перед тем, как вступать в армию, Чарльз сказал, что пускай ты можешь, не знаю, отдохнуть годик. И он обратно в Лесото, в смысле в Африку, он там чилит. Но он тоже заезжает в Париж, потому что там есть финальный матч по регби, который он тоже любит на самом деле. Финальный матч чего? Регби. Регби. Он очень любил играть в регби, потому что это был очередной шанс просто забыть про все через физические упражнения. Все, конечно, его боялись, потому что ему вообще был похиг на себя, на то, что хорошо. Если поранится, не поранится, ему вообще похиг. Регби сложно с принцем, конечно. Я это пропустил, да. Еще я скажу. В детстве часто навещали, в смысле, Камила с Чарльзом, часто навещали своих друзей, у которых было четверо сыновей. И они с Уильямом с Гарри, конечно, и все играли вместе. Он просто вот как мальчики, они дрались. Ну, прям били друг друга. У них получались прям синяки. Но Гарри, естественно, он всегда старался сильнее и еще усерднее, кажется, чем Уильям, потому что у него, кажется, было что доказать. А потом они описывают, как эти драки улучшались по жестокости. Они начали создавать такие ракетницы, в которые они запускали мячи для гольфа. И начали просто стрелять друг в друга, да. Ну и семья, блядь. А где дети ваши? Да там играют. Они два на четыре там стреляют. Два принца заебали. Аристокрасия, может быть, не знаю. И все, вот этот этап закончился тем, что, во-первых, был раз, когда они говорят, короче, Гарри, сядь за руль, а мы сейчас будем стрелять в тебя. В смысле, у нас дробовики, короче, нет, ребят, реально, вот это дружо. Я сейчас, вот, ты меня убьешь. И, конечно, он садится за руль и бум. И слышит вот этот удар, как просто бум-бум-бум, сзади. То есть, вообще, я не знаю, я не могу представить себе такую ситуацию, когда я вот, не знаю, в детстве играю со своими друзьями, и бац, вот появлялись оружие. И пришло в голову, вот, а, хорошо, сейчас мы будем стрелять друг в друга. Это очень весело, блин. Понимаете? Ну да. Это если посмотреть фильм «Охота на пиранью», наверное, так хочется тоже. Да. Голодные игры уже начинаются. Вот. Давай, ты поедешь, и я в тебя вот стрельну. Прикол. А мне дадут оружие? Нет, ты просто поедешь. Ты едешь, у тебя машина, у меня ружье. Нам 13 лет. В общем, да. Постройка, ракетницы, мечи и всякая хуйня. И один из этих сыновей, он прячется в этом помещении. И просто вот ливень, вот это просто баррикада такое. И весь этот дым как бы рассыпается, они заходят, и он находится в этой дыре. Не знаю, месяц 10 под землей. То есть они просто вот стоят, есть такой порог, они смотрят, а он там просто вот так. Он спрятался там? Он спрятался. То есть он, короче, упал там, спрятался, а ему сейчас не выбраться. Я сейчас это говорю для того, чтобы просто представить какой-то баланс. Потому что он вообще не святой. Он там был. И тоже так же делал. Да, он тоже так же делал. Человек, мальчик, просто сейчас лежит. И вместо того, чтобы, не знаю, помочь ему, у них, не знаю, некие фейерворки. И они просто вот зажигают, бросают. Ебать. Туда. И уходят. Ну, чтоб у него праздник там был. И я, блядь. Не так грустно там в колодце сидеть. Он же вверх стреляет все равно. Такие, с Новым годом. А Чарльз сидит, жрет. Да. В кухне. Ему вообще пофиг. Музыку слушает, книжечки читает. Так, да. Он уже в службе. Он вообще там, он отличник в психологическом плане. Потому что он как бесстрашный. Ну да, ему все, у него нечего терять. Все экзамены он легко проходит. Один момент, получается, такая большая пробежка, как обычно. И причем каждый, каждый день по утрам они всегда просыпаются. Им надо выпивать бутылку воды. И это очень старая вода. В таких бутылках пластиковых, черного цвета. Он говорит, что после того, как ты все выпил, ты сразу это все бливанул. И это было до того, как ты нашу пробежку, не знаю, сколько будет километров. И в этот раз, получается, уже к концу этих учений, ну для того, чтобы получиться какое-то звание, он получает, так называется, «trench vote». То есть это когда условия очень мокрые, дождливые, грязь везде. Там вся бактерия. И это получается, что здесь, ну это особенно было в Первой мировой войне, когда просто условия хуёвые на фронте. Здесь настолько мокро, что плоть просто вываливается нафиг. И у меня такое случилось. И это сразу означает, это прям красный флаг. Тебе нельзя, ты больше не можешь. Сержант, короче, перед тем, как, ну, скорая помощь уже приехала, он хочет, конечно, продолжить. Ну, в смысле, я могу. А все ребята, они смотрят на него, чувак, у тебя сейчас вообще ноги нет практически. Как сейчас вообще идти? Причем еще пробежать, не знаю, еще 8 миль? Нет, никак. А сержант все-таки, он уводит его в сторону. Он говорит, ты никогда в себе не простишь, если ты не закончишь эту пробежку. Это, типа, вот финальный этап. Ну, хорошо, пускай у тебя нога, прям фиговая ситуация там. Ну, короче, ты можешь стоять? Да, в принципе, могу. И он просто будет возвращаться обратно к скорой помощи. Он говорит, ну, заворачивая все там нафиг скотчем, там специальная такая штука. И он, в общем, в конце концов, да, он завершает это все. Но к чему это приводит? Потому что это единственная ситуация в его жизни, когда он по званию превышает своего старшего брата. А брат тоже служит в этот момент? Нет, он начал, он начал служить, но до этого он поступил в университет. И уехал обратно на учебу, да? Да. То есть сначала у старшего брата была учеба, а у Гарри не было. Он сразу в армию пошел. Да, он сразу в армию пошел. Потом женился, два ребенка, и все, срочка. Я к тому, что Уильям призирал его за это. За то, что он лучше стал. Но он не мог этого показать. Реально. Потому что если бы он сказал, что вот ты дурак, короче, при всех, это означало бы, что он сейчас как бы позорит офицера, который сейчас старше по званию него. А вообще пойти кету можно? Но Гарри мог звание старше, чем у старшего брата получить? Конечно. Ну то есть ничего в этом такого не было, да? То есть Уильям сам проебался? Да. Проебался. Но с другой стороны он хотел, но его судьба полностью, мне кажется, донечки решена. То есть если хорошо у Гарри есть какая-то свобода, у Уильяма вообще нету. Потому что он первенец. Потому что он наследник. Сначала они хотят, ну он хочет, конечно, поехать в Ирак. Вот это я помню, кстати. Это прямо и до России дошло, что на телевидении даже это обсуждалось, что принц Гарри хочет, его не пускают, он что-то… Да. Семья против. Он же в итоге попал, да? Он там то ли… В Ирак нет. А, в Ирак нет? В Ирак нет. А, он в Афгане был. А, он в Афгане был. Это стало известно о том, что он сейчас собирается поехать в Ирак. Там, в общем, все узнали. И они сейчас… Как только ты сейчас наступишь на землю в Ирак, мы просто тебя порвем нафиг. И там недавно были какие-то истории, случаи про то, что там снайперы прям элитные. Они никогда не обрамакиваются. То есть они все будут… А, все ждали Гарри, да? Как золотая рыбка, короче. И он туда поехал под именем Билли Бин. Билли Бин. Вильям. 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 Вильям Принц. Фамилия Принц. И опять, блядь, очередной скандал. Ну, может не скандал, но история о том, что он трус. Потому что это была его идея. Он захотел поехать, его все отговорили, ему сказали, тебя там элитные снайперы ждут и было бы логично туда не соваться. Потому что ты ничего не успеешь сделать. Он такой, ну ладно, не едем. И все общество такое. А, точнее, не общество, а СМИ такие. Гарри трус. Отстой. Что снайперов боишься? Фу, лох. Лох. Исписывал. Ну, в общем, да. Он поехал в Афган. Но перед этим ему надо было научиться. Он стал авиационным наводчиком. Это была, кажется, единственная должность, как сказать, не настолько опасная. И он приехал. Он был в таком помещении. Он просто говорил, что там полно песка везде. Это очень плотное, тесное помещение. Конечно, получается, что он всегда находится на базе. Он никогда не выходит на улицу. Короче, такие большие смены. Но зато у него была возможность просто связываться со всеми летчиками на воздухе. И это было круто. То, что он знал, что он как бы принимает участие в этих очень важных решениях. Что сейчас будет? Потому что, получается, летчик хочет прилететь через некое пространство. Но ему нужно решение для того, чтобы это сделать. А, и наводчик это и определяет, да? Можно лететь и нельзя, да? Да. Да. У него, получается, такой просьбчик, ну, как у всех там участников. Widow 6-7. Вдова 6-7. В какой-то момент становится известно, что он там находится. И это уже значит, что ему не безопасно. Ему надо выбираться. И вот, да, то есть, получается, он уходит обратно, уезжает обратно. И надо сейчас разобраться с тем, что, ну, какие следующие шаги будут. Потому что он сразу хочет обратно. Ему нафиг вообще на то, что происходит в Англии. Потому что он настолько отстранен от всего этого. Он знакомится с девушкой Каролайн Флак. Она была ведущей, презентером в этот момент. Но не очень известная. Спустя, может, 10-15 лет была такая передача по названию Love Island. Короче, вот просто глупая история. Все собираются, молодежи, в одном доме на каком-то отделенном острове. Они все просто вот... Строят любовь. Мы знаем такую. Да, короче. Она там ведущая, получается. Она была ведущей три, может, четыре сезона. Перед тем, как СМИ так наезжали на нее, что она покончила с собой. Я себе, блядь, в истории. Да. Я к тому, что, ну, возможно, все это начало с того, что у него были какие-то связи с ним. Возможно, ну, фиг знает. Ну, то есть она попала тоже под прицел, как и все, кто... Кто с ним здоровался. Привет, Гарри, привет. Ехал в одном автобусе. Да. Мы сфоткали, как они страстно смотрели друг на друга. Такой взгляд может быть только после Минета. Это после Афгана. У него есть такая возможность сейчас поехать на Северный полюс. Это вот шанс за всю жизнь. Какого кидают, да? Из песочной страны, из Африки на Северный полюс. Да, но это как благие намерения. Люди, которые стали, ну, с ограниченными возможностями после службы. Много, например, потери. Инвалиды. Да, инвалиды. Да, спасибо. Они сейчас опять в благотворительных сельях хотят отправиться на Северный полюс. И они просят, чтобы он присоединился. Потому что был момент, мне кажется, как раз, когда он летел домой, они были на одном и том же самолете. Ну, конечно, они были в реанимации почти. Им реально было фигуло. То есть это вообще чудо, что они выжили. Они сейчас, ну, хотят просто собрать деньги. А он едет. И это уже вот рискованно, потому что скоро будет сватба Уильяма. Но он говорит, что все равно не могу. Но это приводит к такой интересной истории, что, так, как это, отмораживание. Про конечности? Да. Да, отморозил конечности. У него члена, получается. Еба, у Гарри? Да. Блядь. Это так называемый бриллиант твой кавалер. Да? Мать потерял, она ему не сказала, подштанники, блядь, носи, блядь. Ну, почему он называется кавалер, да? Как в школе. Бриллиантовый кавалер. Я сейчас это только что придумал. Ну, это молодец тогда. То есть он пошел писать. Ну, как он отморозил член? Там были какие-то конечности, а у них были проблемы. Но как только он выехал, все как бы стало лучше, кроме члена. Ебаный ворот. Он говорит, что... Он говорит, что... Скорее всего, типа все обморожение нижней конечности, но типа ноги потом пришли в себя, а член так и остался, как мамонт. В ледниковом периоде. В ледниковом периоде, да. Вечная мерзлота. Это описано как frostnip, что немного интересно. Потому что frostbite, насколько мне известно, это называется вот это состояние. Bite как а. Прямо зубами. А nip это вот... Типа вот так. Ущипнуть. То есть, может, не знаю. Это такая упрощенная версия. Но все равно. Нему было хуево. Он говорит, что это такое ощущение, как будто я постоянно занимаюсь сексом. Так, а что хуево-то? Ну, чувак, если я не знаю, по пять дней заниматься сексом вообще не останавливаясь, у тебя вообще ничего не будет. А, я все, я понял. Именно занимаешься, не заканчиваешь заниматься. О, это было бы прелесть, конечно. Да, в смысле занимаюсь просто в это движение. Да, я понял. То есть, он первые два дня сильно кайфовал. Да. По-моему, такой... А, так я не кончаю. Если так было, я бы с проруби не вылазил. Он пришел в итоге в себя член или нет? Я не знаю. Ну, надеюсь, что у него все хорошо. Он не пишет, да? Типа. Я пришел в норму. Просто... У него два ребенка. Значит, все нормально. Вроде, да. Но он ни разу не чувствовал, как это все... Он, естественно, конечно, он обратился ко врачу. В тайне. Потому что вдруг СМИ захватили такую информацию. Они бы... А, то есть, вот это мимо СМИ прошло? Нет. Это... Это он сам. Блин, а прикинь, идешь к врачу и думаешь, бля, ну... В целом, если врач... Ну, если 500 тысяч рублей стоит просто фотка в костюме... Ну, прикинь, бля, фотка замерзшего члена Принца Гарри, блядь. Что у Принца Гарри замерз член. Ну, можно было за миллион фунтов, наверное. Ну, самого врача надо было найти через каких-то знакомых. Типа, проверенный человек. На второй чаше весов всего лишь клятва Гиппократа. И как будто бы... Ну, как будто... Ну, врач красавчик, что удержал это в тайне. Ну, да. Звонишь и говоришь... Инфопиз... Вахуеет. Да, да. Ваш кокаин, что он списывал, идет нахуй все это. И просто говоришь, я венеролог. И такой, что про королевскую семью. И сидишь, ждешь. Получается, следующий этап его службы. Ему уже нельзя как авианаводчикам. Он сейчас должен находиться на воздухе, если он хочет продолжить служить. И поэтому он начинает учиться на летчика в вертолете. Он будет сейчас управлять апачами. А это уже два года. Потому что прям это по нескольким этапам надо это все проходить. Потому что апачи это совсем... Это прям чудовище в плане вертолета. Там всякие эти настройки, которые надо научиться использовать. Их под покровом ночи просто оставляют в каком-то месте в Англии. Им дают карту и говорят, что у вас получается полтора дня для того, чтобы добраться до этого пункта. Но при этом вы должны пройти какие-то... Ну, точки, да? Да, точки. Они добраются до этой точки благодаря одному из партий, который в общем в детстве прогуливался в этом районе. Все было хорошо. Они думают, что все, да, зашибись, теперь мы будем летчиками. А получается, нет. Им опускают мешок на головы. Забирают в какое-то отделение. А Гарри говорит, ну, слышь, как его сейчас спускают по какой-то лестнице. Его отводят в какую-то комнату. Сажают. И это просто некая пытка. Сутки. В разных видах. Это типа... Можно просто абьюз. Типа все эти оскорбительные, вот обзевательства. Типа вообще ничтожество. Нахуя ты здесь вообще. И при этом... Ну, все как в семье, в общем-то. Да. Ну, для него это вообще не новая история. Он башкой в олене был. Хулим этот мешок, блядь. И они... Они немного бьют его. Они понимают, что он вообще не настолько сильно обрешает, ну, относится к этому. И один из этих хотелов, в общем, просто бросает его в стену и приказывает, надо вам показать. Вот, получается, такую позицию. То есть, получается, у тебя руки, ладони на стене. Угу. Угу. И надо просто вот так остаться часами. Ну, это очень сложно. Это, наверное, похоже на то, как Иисус умер. Распятие. Как вообще человек умирает из-за распятия? Из-за того, что легкие не могут выдержать с... ну, с тяжестью, с загрузкой. Из-за того, что просто человек, находясь в таком состоянии, в таком положении, не может поддержать себя долго. Так вот. И чем это все закончилось? Тем, что двое солдатов вообще с ума сошли. А эти сержанты говорят, ну, короче, вот это последний этап. Теперь ты можешь лететь. Это, чтобы летчиком быть эту тему надо в плен. Ну, да. Ну, это, наверное, есть в плен тебя взяли. Ну, да, логика есть в этом. Комфортный. Летчиков всегда, если в плен попадают, их там частенько мучают. Я хотел бы рассказать эти истории, потому что это все равно, мне кажется, доказывает, что у человека есть вот какие-то яйца, хоть какие-то. Может, у него не члена, но яйца есть. Ну, да. Появляются некие персонажи СМИ. В книге они называются Твиддл Дом и Твиддл Дома. Твиддл Дом – это персонаж в Алисе и Алисе Мондоланд. Ну, знаете такую книгу, да? Да, да. А еще это просто, может быть, в переводе как-то они по-другому называются. У нас несколько вообще переводов Алисы есть. Эти, вот эти толстые чуваки. Два близнеца, которые были. Да, да. Они просто усложняют ему жизнь дофига. До такой степени, что хорошо. СМИ, пускай, они могут появиться в любой момент, но не до такой степени, что они могут причинить ему вред. А эти ребята просто, не знаю, в машине просто рвануться, например, к им в другой машине. Они будут садиться на тротуар для того, чтобы получить идеальный ракурс. Им вообще пофиг. Как вообще так жить? Хорошо. Он уже, получается, пережил смерть Дианы, отношения с отцом, отношения с старшим братом. Еще я забыл вам рассказать. Хэнерс, его лучший друг, перед тем, как он пошел в армию, он пьяный, едет к другу. Ну, заезжай к другу для того, чтобы пластинки забраться, потом вернуться обратно на вечеринку, чтобы всем послушать. Авиакатастрофа, блядь. Автокатастрофа опять. То есть это еще один человек, близкий ему, который умер. И Вейгас. Он думает, что он обещал, пообещал своим друзьям, что в какой-то момент после того, как он служил, ну, перед тем, как, точнее, отправиться обратно, он будет в Вейгасе. У него в этот момент есть девушка, а ей зовут Крессида, Кресс. Вроде так все хорошо, но, как говорится, what happens in Vegas stays in Vegas. Ну, в общем, он обещает ей, что он ничего делать не будет. То есть, типа, это прям магнамные отношения теперь. Он дурак. В какой-то момент играет в бильярды с девушками, и он думает, что это идеальный момент для того, чтобы вызвать в игру стрип-покер. Ну, стрип-бильярды, точнее. Он раздевается. Проиграл что ли? Полностью, да. Человек проиграл, конечно. У него еще член замерз. Вот. Почему бильярд не умеет играть? И угадайте, что случилось. Ну, что, папарацци, блядь, там, сфоткали, блядь, все раздевали. И, получается, через два дня у него жопа. Принц, принц в казино, голый. И не умеет играть в бильярд. Охуительно. Позор. Ну, ему же хронически не везет просто. Или это не везет. Это не везет. Он просто неприятности притягивает. Он просто не может привыкнуть, что он не просто человек. Ну, да, ты бы вот так вот голым оказался в казино, да и похуй что. Ну, Сопрыкин угарнул. Это вот представь просто нормальную, обычную жизнь свою, но только все снимают. И любой твой малюсенький косяк обязательно на главной полосе. Так не, прикол даже, что и не косяк. Любое. Ну, что можно дополнительный контекст создать. Любой шаг, да. Любой действие. Да, все можно переделать. Он пока не сделал ничего, что для обычного человека, ну, катастрофа. Ну, максимум это с утратом попросить из сторис удалить, да. А он все, он просто… Но, с другой стороны, семье-то выгодно. Страдает только он. Да. Что он на всю страну каким-то недалеким выглядит. А семья такая, мы короли, у нас есть вот богом нам данный урод в семье. С ним вот все какие-то неприятности происходят, а у нас все хорошо. Потому что третий сын и вовсе был дурак. Вот. И вот он. У нас же рыжий, чтобы его визуально было легко найти сразу. Если что. И на печи все время. Да. То есть он, получается, уже летчик. Опять один момент, когда, ну, становится известно, что он там. Ну, что он принц. Идеальная цель сейчас, если они могут на него попасть. Какие-то, получается, члены из Талибана, они забирают американскую униформу. И им удается проникнуть в базу, где он находится. И там всякая хуйня вообще. Это просто тетрада такая, из-за которой погибает несколько человек, в том числе британских и американских. И, конечно, он чувствует жаль. Он вообще себе презирает из-за того, что опять очередная ситуация, когда из-за того, что он он, другие люди пострадали. И его комменты здесь написаны так, что можно просто сказать, что он очень хладнокровно относился к этому делу. Потому что он, в общем, пишет, что он там убил 24 человека. Не то, что он говорит, что он этим гордится. Он просто говорит, что ему была постановлена такая задача. Якобы он говорит, что один из членов Талибана была какая-то школа, некая школа скрытая, где один из членов в высших рядах находился и учил этих новобранцев. И они поняли, что вот сейчас эта вся тема сейчас заворачивается. И он вот пошел, поехал, летел. Несколько часов, получается, просто летел, облетал это пространство. Перед тем, как он понял, что сейчас этот человек выйдет на улицу. Ну, улица, ну, просто вот эта... Из помещения. Да, вот этот человек пытается избежать на мотоцикле. Гарри учили, что, в общем, лучше не надселяться на самого человека, а на колеса. Потому что если на человека, возможно, это просто будет направиться слишком высоко, будет наверх и просто промочнется. А если вот на колеса, это будет прям идеал. И да, получается, этого человека больше нет. И да, конечно, через некоторое время становится, в общем, известно, понятно ему самому, что у него было как-то post-traumatic distress disorder. Профо-деформация? Нет, в смысле, просто романтическое расстройство. Просто романтическое расстройство. Да, просто романтическое, да, спасибо. А я думал профо-деформацию, типа, ну, убиваю, убиваю. По несколько раз возвращается в Африку для того, чтобы видеться со своими, ну, новыми родителями. Ну, теми друзьями. Это называется, да, Тич и Майк. И однажды он натыкается на такой рис. Опа, современные термины пошли в книжке. И там он говорит, что просто какая-то красавица, принцесса, богиня вообще. Что это за девушка? Это Меган Маркл, его жена, ну, теперешняя. Он форс-мажор надо было смотреть. Там бы я его увидел. Да. Я-то ее раньше узнал, чем он. Сидит, врил, спялится. Я охуел, конечно, когда просто какой-то сериал, который я случайным образом начал смотреть. И спустя два года, блядь, она выходит замуж за принца. Я думаю, нихуа. Это как, ну, не знаю, кто-то из реальных пацанов на королеве жизни. А ей было на тот момент немножко за 30. Возможно, если вы замуж за 30. Потому что есть возможность выйти замуж за принца. А, если вам немножко за 30, ебать ты, конечно, отсылку сделал. Пасхалка недостойная ничего. Ну, это, получается, она вышла замуж за принцем с дефективным членом. Ну, принц все равно. Принц же. Дареному коню, знаешь ли. Вот, кстати, да, как он потерял свою действенницу, это было за пабом. Старшая женщина говорит, которая увлекалась катанием на лошадях. И он просто говорит, что он, короче, ездила на нем. Но она на нем или? Она на нем. За пабом? Почему-то СМИ не было. Человеку было спокойно. Да, они в ахуях просто. СМИ не могли поверить, что это... Это Гарри. Да как бы наху? Гарри. Гарри бы за пабом не стал. Да, не может быть. На улице просто вот так. Здесь быть стритбойс. У них дома есть зал. Все бы сразу знали. Я понимаю, что в этот момент такой, я принц Гарри, я трахаюсь на улице. А как он это... Ну, вот он увидел в Рилс Меган Маркл. Она голливудская актриса. И что он ей написал? В директе. Он знакомый говорит, он... Слушай... Хочешь быть принцессой? С этой девушкой. Он говорит, ну, хорошо, тогда стой в очереди. Блядь, потому что уже несколько человек... Он такой, да я в очереди мастер, блядь. Я на очереди собаку съел. В одной из них должно повезти. И, в общем, да, она соглашается. Опять в такой спрятанной локации. Ну, скрытый такой ресторан. Сначала немного ловко, потому что она опаздывает на полчаса. Он? Да. А пунктуальность, вежливость королей? Вы зачем такую в Британии придумали поговорку? Лондон. Часть пик. Ему нельзя ездить на метро. Он всегда должен быть телоохранительнее. Всегда. Да? А билетик только на одного у него. Да. Он всего... Вдвоем проходит. Втроем. Он всего раз, получается, ездил на метро. И это была школьная поездка. Да. Уильяму вообще нельзя. И еще Уильяму с Чарльзом нельзя путешествовать вместе. А, ну... А, ну... Ну, это понятно. Да. где я принц. И она типа, я, блядь, актриса. Мне сейчас надо поехать в Америку для того, чтобы suits нафиг снимать. Ты... Она американская актриса или британская? Она американская актриса. Она американская актриса и приехала ради него в Лондон, да? Нет. Она просто была там, потому что... А, была там и типа... Да. У нее были вот какие-то деятельности тем. Ну, в общем, общая работа у нее это как актриса. Угу. Как это называется, блядь, на русском? Мажоры, да? Форс-мажоры, да. Да. И были сексуальные как раз цены. И он это все дурак смотрел. А потом... Ой, я не могу. Это... Это просто... Моя жена сейчас трахается с другим человеком. Ну, блядь, это актер. Я здесь сижу с ледяным пенисом. Да. Мне тяжело. А, ну чтобы потом из сериала неожиданно исчезло, кстати. Знаешь, почему? Ну, он настоял. А, или кто? Елизавета сказала. Или Чарлз сказал. Вот. Кто-то, короче, точно с какой-то интересной мысль. Это интересная мысль. Это Елизавета все контролирует. Это вопрос? Ну, сейчас уже нет. Ну... Принято. Но мне кажется... Хорошая версия, Лёх. Но мне кажется, да. Это ее офис. Офис, да? Кажется, там вообще... Пиар-менеджеры... Королевская система. Целая бригада, да. Людей. Троих человек, короче. Их все называли по животным. Ну, по насекомым. Там... Там... The wasp. Оса. The bee. Пчела. Бля, ибо... Муравей точно должен быть. Не, шмель. Третий шмель, бля. Или олок, бля. Или комарик. Комарик, да. Не, там все с... Муха цикатухатый. Черно... Черно... Черно-белая жопа у них должна быть у всех. Но я к тому, что, конечно, их всех называли честных животных, которые как-то жалят, да? Угу. Да. Ну, я же говорю, шмель должен быть. Угу. Дело в том, что, кажется, они много чем за кулисами управляют. Может, самой королевой. Здесь это вообще не написано. Просто вот такая идея пришла мне в голову. И, ну, возвращаясь к этому. Меган, Харри, первое свидание, ну, такси, окей. А потом она дает ему другой шанс. В следующий раз все лучше. Целуется. Это прям прелесть. Фейерворки. Волшебство. Благо. И вот начинается этот роман. И первый... Первый раз, когда Гарри рассказывает Уильяму и Кейт про нее. Она говорит, что она актриса. Они... О, круто. Атриса? Чего себе? Американская... Американская актриса? Да. Она снимается в каком-то сериале. Такое называется. Суть. Она в Суть? Охуеть. Она кто? Рейдж? Нет, не может быть. То есть они реально... Их прет то, что вот этот чел сейчас... Девушка, которая встречается с Гарри, это она. Они в восторге. Но, конечно, это просто идея. Типа... Они вообще не думают, что Гарри сейчас... У него будут какие-то серьезные, реальные отношения с этой американской актрисой. Причем тоже опять сейчас включается этот вопрос расизма. Она черенокожная. Она афроамериканка? Ну, она мулатка. Нашим представляем. Я просто вообще знаю про того, что... На королевской семье это уже нельзя. Серьезно? Ебать. То есть я смотрю английскую Премьер Лигу. Там вот это Say No To Racism. Black Lives Matter. Это они вот... Ну, Леш, я скажу тебе. По чесноку, это как мне кажется, это все... Конечно, они сейчас борются с этим сильно. Но это прям искренне. То есть это прям распространено по всему обществу. И до сих пор это проблема. Нет, то, что это проблема, понятно. Но то, что это прям даже в королевской семье нельзя с мулаткой встречаться. Конечно. Потому что раньше не было ассоциации, к сожалению, с людьми, у которых была кожа черного света. Что за слово рабство? То же самое. Ну, хоть да, это было в Америке. Однажды это тоже было в Англии. Ага, ну да, я понял. И в Зиме. Но все равно, блядь. Это ж уже, ну все, двадцать первый век все-таки. У вас Рахим Стерлинг под седьмым номером играет в сборной. Но в целом как будто бы... Двуличность это какая. Монархия довольно инертная среда для присвоения каких-то эгрессивных идей. Это озолоченная решетка. Так, то они женились, да, в итоге? Да. Не без сложностей. Ну понятно. Там были очень много таких заморочек. В том числе Уильям сказал, что нафиг ты сейчас поженишься на американской актрисе. Но он в общем не стал упоминать про то, что она чернокожая. Слушай, а у Уильяма разве жена не американка? Нет. Она англичанка. Да, я что думал, что она англичанка, да? И при этом она сильно различается от Меган. Ну просто по внешности, по характеру. Были просто такие простые моменты, как мне казалось на самом деле. Как это, помада для губов, да? Да-да-да, помню. Меган забыла забрать. И она просто попросила у Кейт. Кейт сказал, окей, да, мне охота. Меган взяла по чуть-чуть и обратно отдала. И Кейт очень сильно почему-то отреагировала на это. Но не сразу стал об этом говорить. Это только через какое-то время, когда у них дома в Чапьяром был такой большой спор. Когда все просто разветрилось, все эти истории, все эти жалобы со стороны Уильяма и Кейт. О которых Гарри и Меган вообще не было известно. Они думали, что, в общем, все хорошо. А тогда, конечно, начались гонения за Меган. Любого повода. То есть, получается, все, что происходило за всю его жизнь у Гарри, сейчас случается у его будущей жены. Батя, они мелочные за помаду посрались, я до сих пор думаю. Батя, ты взяла у меня помаду, ебать. Ты ее купила на налоги, блин. Склочные, блин. Ну, Вильям, видишь. Так нет, самое мерзкое, что они сначала обрадовались, а потом такие, а, у них там все серьезно. Да, да не, не прикольно. И она спокойно сначала относится к этому, потому что она актриса. Ну да, у нее тоже такое же давление наверняка там было, всякие критики. Нет такой степени. Ну понятно. Это совсем по-другому, кажется. Блин, я теперь хочу в Британии принцем стать. Каким хуем? Каким хуем? Как-то можно это сделать. От мороженого? От мороженого, блин. Тормальный лес. Они могут меня усыновить на два дня. Нет, ну ты можешь стать мужем дочки Вильяма. И кем я буду? Принцем. Ты можешь, да, на самом деле, типа на фоне тусоваться и в общем делать то, что хочешь. Я фотографа в ответ буду фоткать. Прикинь, если он все сделает, что сейчас мы в шутку описали, а прессе будет похуй на него. Ладно, пусть он кокс там употребляет. Хуй с ним. Давай этих. Он обещал на два дня. И в общем, да, всякие такие истории, гонения. Ее постоянно преследуют. У нее нашлись такие мысли про то, что тоже покончить с собой. Они в этот момент, точнее, уже женаты. Уильям, ему не нравится то, что на самом деле Меган и Чарльз, они очень хорошо ладят. Чарльз как-то просто раскрывается. Он становится совсем другим человеком неким, когда он в ее присутствии. Он так вообще не делает, Кейт. И, конечно, это просто... Ну, это пьесик Уильяма. Потому что он наследник трона... Бля, Уильям заебал, бля. Он уже, бля, меня заебал, блядь. Ну, это все приводит к тому моменту, когда Уильям, в общем, навещает его... Гарри? Да. Уильям сразу к делу. Он типа, она грубая. Она непослушная. В общем, она плохая история. И он... Гарри, ты сейчас вот такие слова говоришь в отношении к моей жене. Типа, вот, чувак... А, они уже муж и жена. Да, да. Типа, вот, осторожно. И Уильям просто в ярости. Гарри... Вот интересно, конечно, я вам рассказывал про такой момент, когда в детстве он постоянно драл, драл, драл. А дрался и Уильям... Не то чтобы трус, но он не мог выдержать и справиться с этими другими мальчиками. А Харри мог. Но все равно кажется, что из-за того, что он был старшим братом, ему всегда мысленно было под силу, как казалось Гарри, ну просто превысить его, можно не знаю, по мощности, по силе. И Гарри типа, я понимаю, что ты сейчас вот очень, ну прям злой. Просто иди, успокойся, я сейчас налью тебе воды. Гарри вот ходит в кухню, и он просто приседует его, а поворачивает, ну Гарри уже предложил ему воды. И он просто захватывает его за заворотник. Типа, ты что вообще делаешь? Типа, просто очнись, блять. А потом бросает его в пол. И там есть какая-то миска, там собачья еда. И это все разваливается. Это кто, Паул Вильям или Гарри? Это Гарри уже. И Гарри просто вообще в ахуе, что вообще сейчас происходит. Ну окей, вот какие-то братские драки, но до такой с ним никогда ни разу не было. Чтобы вот так произошло, тем более, что они уже взрослые люди. И он говорит ему, он говорит, слушай, ну я понимаю, что вы можете идти по пьерой большей, но не надо Мэг говорить с ребятами. И он, ты серьезно, ты кину меня нафиг на пол. После того, как вообще зашел мне в дом, я думаю, что у нас будет спокойный разговор. И ты вот так поступил. Теперь ты говоришь, что мне нельзя говорить своей жене о том, что мой старший брат напал на меня, блядь. И он, ну, просто ничего из этого хорошего не выйдет. Он сначала, в общем, не говорит ей. А через некоторое время, да, в общем, признается в том, что произошло. Она говорит, что она не злилась, не презирала. Ей просто было очень грустно. И, кажется, это было, ну, там много вообще, много чего. Но это один из координатных самых ярких гвоздей, кажется. Ну, которые забивали в этот, так называемый, гроб. Для того, чтобы они больше не хотят иметь дело с королевской семьей. И еще, потому что СМИ, потому что это уже не про него, это про его жену. Она вообще, она как жертва здесь. Она сама выбрала эту жизнь ради своего мужа. Но не ожидая, что будет вот такая жизнь, СМИ вообще никогда не перестали поступать, как они раньше поступали, несмотря на то, что Харри начали, как сказать, иск выдавать им. А сейчас вот, на самом деле, эти дела еще до сих пор разворачиваются. Они сейчас где живут в итоге? В Пензе. Они сейчас в Америке. В Америке. То есть они отреклись от королевской семьи, да, образно говоря? А как это? Он же, я тоже слышал, что он что-то сказал, что все, мы теперь не часть королевской семьи. Как это можно? Ну, никак. Ну, типа, это просто... Это, на самом деле, хорошо. Мы сейчас с вами об этом сейчас и рассказываем, но на самом деле это очень текущая тема до сих пор. Потому что будет коронять себя Карла, и только что стало известно, что они не приедут. То есть Гарри и Меган не приедут. Кайфующий. Но то ли они сами приняли это решение, либо королевский офис сказал, что нет, нельзя. И вот опять задается такой вопрос. Это эти трое людей, насекомые, нахуй, решили, что нет, ему нельзя. Либо сам Чарлз уже решил, что нет. Нет. Мой младший сын уже столько... Гондон Мильям. Да, короче. Если будет стоять улыбаться вот так. В Британии в какой-то момент я говорю, так, все равно законами занимается парламент, премьер-министр. Давайте с королевской семьей ебанем классное реалити-шоу, блядь, которое вообще никогда нахуй не закончится. Нет, но они же не могут, насколько я знаю по правилам, они не могут там не публичной жизнью жить, королевская семья. Соответственно, они живут публичной жизнью, значит, всегда это будет реалити-шоу. Это реалити-шоу, блядь, в натуре. Там ведущий должен, блядь, просто ходить по замку. Ребят, они заключили, короче, сделку с Netflix. Знаете, сколько они получат? Ну, наверное, там что-то в островах. Вряд ли там в деньгах, блядь. Вряд ли доллары, да. Но с такой суммой можно было бы, да. Кто заключил, Гарри или королевская семья? Как супруги. Как супруги про фильм о них, да, о их жизни? Это, ну, это основано, короче, на этой книге. На книге, да, документал. Причем у них было интервью до релиза этой книги с Упра Уинфри. У него есть вообще такая аудитория в США. 150 миллионов долларов. Блин, я хотел назвать 150 миллионов, потому что я подумал, так, ну, если Шапелл продал сольник за 50, это, наверное, где-то 150-200 будет стоить. Но, реально, это дохуя денег. Ну, да. Они же потом в суд сто пудов на него подадут. У него уже есть бабки. Вильям точно скажет, что все неправда. Он тут врет. Но... Я не говорил ему, пошел нахуй на своем этаже. То есть, да. Можно двухсмысленно, даже не двухсмысленно относиться к этому. Может, это, да, это все затея, это весь сговор. Они тоже поняли, что, да, мы как раз можем заработать от этого как раз. Мы можем сами свою книгу написать, мемуары. Короче, просто нанять какого-то чувака лауреата Пуллицерской премии, как он сделал. А, то есть это не автобиография, это еще лауреат Пуллицерской премии? Это соавтор. Потому что я, честно говоря, я научился каким-то новым словам. Сложный язык там, да? Нет, простые предложения, просто порой появляются такие слова, которые никогда не использую. Блин, ну это жесткая какая-то история, если честно. Ну, да. Нет, вообще история прикольная. И самое главное, что она, ну, никогда... Короче, я жестко за Гарри. Всегда, понятное дело, что... Мой голос за Гарри. Всегда это было, но как будто никто об этом не мог сказать вслух. Ну да, да. Никто не мог выйти и сказать, мой брат ведет себя как гандон. Но... Мой батя, блядь, меня не обнимал ни разу. Вопрос... Семейные споры надо оставлять в семье? Да трудно понять. Но они не нормальная семья в привычном понимании слова. Но я бы не сказал, что там прям семейный... Он как будто писал именно про свои ощущения, свои чувства. То есть он сказал, меня отец не обнял. Я хотел любовь от старшего... Ну, ему как будто так все надоело, да? Да. Я хотел любовь от старшего брата. Он мне сказал, уйди. Не сказать, что это какая-то прям ссора внутри семьи. Я уверен, что там есть какие-то штуки, которые он не стал рассказывать. Он про свои именно ощущения разлюдал. Он пытался, мне кажется, просто довести до них, как он вообще себя чувствовал. Потому что он столько, столько раз пытался. И каждый раз, конечно, Чаус просто говорил, darling boy, не обращай внимания. Ну да, и сам использовал это своё благо. Так я думаю, даже и людям он это пытается донести. И людям, и прессе, и всем, что типа, если вам кажется, что это... Бля, ну это кайф. Книга супер крутая. Мне кажется, это сильно повлияет на монархию саму. Блин, но у меня вот ощущение, что наоборот, что, знаешь, как было вообще, то есть вообще ничего не поменяется. Что даже такой прецедент. Это ж впервые в истории, что член семьи уехал из страны и отрёкся, грубо говоря, от семьи своей. И у меня ощущение, что там ничего не изменится. Ни поведение СМИ, ни поведение этих пчёл. Не, это прикольная история, конечно. Блин, класс. Книга вообще супер. Супер. Очень интересно было слушать. Мне сильно понравилось. Да, круто. Thanks. Thanks. Большое спасибо, что пришёл, что погрузил меня в этот британский мир, потому что я только поверхностно знал. Мне было очень интересно. Надеюсь, вам тоже понравился наш гость и его рассказ. А теперь постоянно наша часть розыгрыш. Мы так до конца и не сошлись в едином мнении, как называется эта книга. Я предлагаю вам не перевести название, а на основе услышанного о этой книге придумать своё название, написать в комментариях самый интересный вариант получит в подарок эту книгу. Обращу ваше внимание, что книга на английском языке. Так, и конкурс номер два. Не так часто у нас два конкурса. В моём телеграм-канале выйдет пост, в котором нужно будет предложить мне, как я могу встретиться или познакомиться с принцем Гарри. Самый прикольный вариант, на мой взгляд, я буду решать, получит в подарок джерси площадка с 23 номером с проекта Чемпионат мира на диване. Пожалуйста, участвуйте в конкурсе. С удовольствием всё прочитаю. Если вам нравится проект биографии, то переходите на канал площадка и смотрите биографии о известных спортсменах. Не забывайте подписаться на этот канал, поставить лайк и написать что-то, что-то Джордану в комментарии напишите. Это поможет продвинуть видео. ПОДПИСЫВАЙТЕМА 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 Субтитры добавил DimaTorzok